Всем привет, с вами Роскеса, и сейчас я расскажу про Moonflower Farmers. Также будет розыгрыш 5 долларов, в токенах нет, и вы можете перейти по ссылочкам, как в игру, в описании, и в мой телеграм-канал, где у меня есть рубрика, как я зарабатываю с нуля. Уже заработал более 400 долларов. Moonflower Farmers. Это браузерная игра по принципу Play the Earn. Когда в игре вы зарабатываете награды, вы получаете MFF. По мере того, как все больше людей занимается фермерством, и общее предложение увеличивается, вознаграждение также уменьшается. Это означает, что тот, кто играет в самом начале игры, получит значительно большее количество вознаграждений за сбор лунного цветка по сравнению с теми, кто будет играть в будущем. Чем раньше вы начнете заниматься сельским хозяйством, тем большее вознаграждение вы получите по мере увеличения предложения. Когда предложение составляет менее 100 тысяч, фермеры получают по одному центу за сбор лунного цветка. С другой стороны, когда предложение составляет от 100 тысяч до 500, фермеры получают только 0,002 за сбор одного лунного цветка. Кстати, все ссылочки будут в описании. И, чтобы выиграть 5 долларов, напишите свое мнение по игре. Я выберу комментарий, но нужно будет подписаться на мой телеграм-канал, где у меня там рубрика с нуля 400 долларов уже поднял. И на чат Ниргеймс, где все о играх на Нир и много всяких активностей. Я также выиграл в некоторых конкурсах, там по 100 баксов неплохо, кстати. Такс, как вы поняли, Монфлавер это простая игра, где вам предстоит заниматься фермерством и выращивать лунные цветки. Чтобы поощрить тех, кто собирает токены Монфлавер, в игре действует уникальная система распределения вознаграждения. Она стимулирует игроков строить свои фермы и инвестировать в игру. Каждые 3 дня вы сможете получать вознаграждение. И размеры вознаграждения зависят от размера вашей фермы. Этот проект очень хорош с играми, где есть система донатов. Чтобы получить больше цветков, вам нужно улучшить свою ферму за токены и вы начнете получать больше цветков. В свою очередь за сбор цветков вы получите токены. Если вы вошли в игру в самом начале, тогда вам будет легче окупиться и выйти в плюс. И кстати, не только награды уменьшаются в зависимости от предложения, цена семян и цена модернизации фермы также снижаются. Это гарантирует, что у новых игроков остается низкий барьер для входа и они смогут начать развивать свои фермы. Если вы владеете фермой, до событий уменьшения вдвое, ваша покупательная способность значительно возрастает. Если бы у вас было 10 долларов MFF, когда предложение составляло 50 тысяч, вы смогли бы купить 10 свекол. Если бы предложение выросло до 150 тысяч, то на те же 10 долларов можно было бы купить 100 свекол. Другими словами, улучшая свою ферму, вы начинаете зарабатывать больше токенов MFF. Этот токен вы сможете продавать за реальные фиатные деньги, ну как другие криптовалюты. Как известно всем увеличенным фермам, спрос и предложение может быть опасным вещами. Когда цены высокие, можно согласить состояние, но когда цены низкие, можно потерять довольно много и потратить вырастить картофель зря. Когда предложение приближается к переломному моменту, вы должны быть готовы. Когда достигается новая точка предложения, все внутренние игровые цены становятся дробными. Это делает все жетоны, добытые до события, гораздо более ценными, чем после изменения предложения. Чтобы начать играть, вам нужно подключить свой кошелек, ну и купить немного токенов MFF, чтобы улучшить свою ферму. Входной порог в эту игру довольно низкий, за 1-2 доллара вы сможете строить свою ферму. Но вы можете не окупиться, так что нужно все изучить, посмотреть что куда. Но игра интересная, мне понравилось, что довольно много всяких механик, даже довольно сложных. У меня могут быть некоторые ошибки, надеюсь они были не критичными, если что в комментариях можете меня поправить. Всем удачи, будьте аккуратны, все ссылочки, как я говорил в описании, Кода Крестоза, участвуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok